Пятница 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 И с тех пор, собственно говоря, на протяжении 20, а теперь уже 27 лет, я готовлю супружеские пары к родам, я сопровождаю эти роды. И это такая вот очень большая и любимая тема моей жизни. То есть гармонизируете именно целостность семьи, да? Безусловно, безусловно. Просто рождение ребенка, это можно прочитать книжечку и попробовать сориентироваться на это. Но для того, чтобы прожить, для того, чтобы дать возможность в семье этому произойти неформально, это действительно определенный труд и определенная задача. Наши слушатели могут подключаться к беседе с нашими гостями и звонить по телефону 3190, код города 4822. У нас уже есть первый звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Александр. Причем звоню вам из Москвы. Да, хочу сказать, что у меня-то семья как раз только складывается. Прекрасно, Александр. Ну как, нормально, девушка там, ну мы давно знакомы, испанки вместе занимались. Мы очень рады за вас, это здорово, семья это ячейка. Поздравляем. Поздравляем вас. А так, ну это в процессе. А так, я хочу спросить, дело в том, что, вот как раз топыт, когда, надо ли детям вмешиваться в отношения старших, вот там, родителей и вообще старших, вот когда видно, что семья трещит по швам, разладки, надо ли вмешиваться также в отношения сверстников, друзей, когда то же самое трещит по швам, их об этом просят даже помочь. И вообще надо ли вмешиваться в отношения, я бы добавила, когда у людей, у пары, семейные или еще не семейные, пока что-то не ладится, должны ли, например, старшие вмешиваться? Как-то пытаться наладить, пытаться свою линию, вот навязать, может быть, подрастающему поколению. Ну, если позволите, я буквально несколько слов скажу на эту тему. Дело в том, что каждая семья – это феномен, это действительно живой организм. И этот живой организм, он проходит свои стадии развития. И если вначале это действительно такая вот увлеченность, это чувство, то в дальнейшем, помимо этих чувств, люди, которые складывают эту семью, они вносят то содержимое, которое было в родительской семье, то содержимое, которое находится в родовой системе, то содержимое, которое есть в социокультурных представлениях народов, к которым относится тот или иной человек. То есть человек несет в свою семью какие-то нормы, правила, то есть семьи, которые усвоены, которые усвоены он в роде. Да, да, да. Я скажу, что испытания, они точно будут у этой семьи. И испытания, и непонимания, и недопонимания, оно точно будет. Почему? Потому что представление, потому что внутренняя жизнь, потому что ценности у той или иной семьи, они все равно разные. Семья – это не только двое мужчин и женщины, но и родовая система. И вообще отношения – это система, да? Да, и как род, в общем, род может повлиять на новую семью, которая создается, вот только-только гармонизирует. И как раз с Аидой мы говорили до нашей паузы, как именно родовые корни могут гармонизировано создать семью. Именно в гармонии создавая вот эту семью. Как она влияет вообще родовая сама структура, сама структура, сеть рода? Да, родственники, в общем. Родственники, врачи говоря, родственники. Родственники, родня. Можно представить, что родовая система, ну, действительно, это родовое дерево. А семья – это что? Это некое ответвление или это ветвь, на которой дальше растут дети. И тогда мы можем говорить о том, что вот в эту семью входит и информация, и чувства, и мысли, да, и представление тех людей, которые были до нас. Опять же, я тебя перебью, да. Но сейчас слушателям наверняка возникает вопрос. Хорошо, но семью же создают двое – мужчина и женщина. И у каждого есть свой род. Как это вот, да? Вот, может быть, сейчас я объясню людям, почему род соединяется воедино? От чего это? Вот как бы такой вопрос, да? И как он влияет? Он же влияет. Женщина приносит свои какие-то, да, и мужчина приносит свои какие-то видения, взгляды рода. У меня такое ощущение, что когда люди создают семью или вообще встречаются, они об этом еще не думают. Они просто влюбляются. Да, это понятно, это все понятно. Но хочется вот как раз слушателей, которые сейчас нас слушают, наверняка у них сейчас возникнет такой вопрос. Да, мужчина и женщина, они влюбили, все хорошо. Но как же род? Ну, опять же, род есть и у женщины, и у мужчины. Вот хотелось вот, чтобы Саид и Сильяна объяснили, как вот это вот оба рода влияют на соединение одного единственного рода. Ну, тоже, может быть, как-то я так очень так, Саша, спросила тогда. Ну, может быть, у нас есть специалист, и сегодня нам расскажет об этом. Это единство. Да. Ну, давайте еще раз. Итак, да, действительно происходит соединение. Происходит соединение информации, чувств, взаимовлияния. Семья, она действительно растет. Тут вопрос, если это общее единое дерево, да, если это общее единое древо создается, то оно питается от корней. И тогда вот этим питанием оно соединено. Что является внутри питания? Это же жизнь, само качество жизни. И то, чем жили родители, их представление, они, вот это питание, оно становится основой для дальнейшей жизни новой семьи. Образы, взгляды. Да, и тогда получается, что внутри родовой системы есть тоже свои собственные задачи. И часто люди собираются не только по чувствам, не только потому, что у них чувства, а еще потому, что у них внутри есть некие задачи, внутренние задачи, человеческие задачи. Как магнитики притягиваются. И общие задачи. Конечно. Несмотря на то, что они подумали сначала, что у них, ой, там, эйфории чувств. И это тоже, и это важно. Тем не менее, да, они все равно притягиваются как магнитики для какой-то цели. Опять же, да, может быть, вспыхнуть чувство, но не создаться семьи. Может. И бывает так, что в роду точно есть вот эти вот родовые задачи. Если рассматривать это как проблема, ой, у нас вот родители там ссорились, или ой, они ругались, и тогда мы там точно будем ругаться. Ну, да, мы будем ругаться. Но если рассматривать это, что это не проблема, а что это задача. Задача, как можно выстроить более гармоничные взаимоотношения внутри семейного пространства. Потом, когда ребенок, он возрастал в своей родительской семье, родители же, они только накапливали этот опыт. Да, они только-только знакомились с этим. И когда они уже выросли, и у них обрелась уже вот эта мудрость, то дети-то уже не всегда способны эту мудрость принять. Они уже выросли. Они очень даже часто не способны. Я вот обращу внимание, что в предыдущие века как-то женить бы это было попроще на Руси. То есть очень часто люди, они не выбирали друг друга, они совершенно не задумывались не то, что о том, подходят ли они друг к другу, соединяются ли они как магнитики. И они даже не руководствовались чувствами, эмоциями, любовью. Их просто женили. Из каких-то абсолютно адекватных, может быть, каких-то соображений того, чтобы, например, две страны помирить. Если позволите, я добавлю некую точку зрения к тому, о чем вы говорите. Да, конечно, очень интересно сегодня. Там родители, раньше они действительно были очень вежественные. У них была преемственность знаний, которые накапливались у предков. И тогда родители, когда они благословляли эту семью, то они видели прямо, как формируется это благо. То есть как они будут жить, как наши дети будут жить. То есть получается, мы считаем, что в старину, скажем так, людей соединяли бездумно, не учитывая их какие-то душевные порывы. А тем не менее, все равно, оказывается, оба рода изучали друг друга какое-то время. И соприкасались, соединялись. Усилят ли они друг друга? Усилят ли они друг друга? Гармонично ли это будет сочетаться? То есть это было все не просто тогда, когда рождалась девочка или мальчик в разных родах, и они там... Они видели, они смотрели, насколько они действительно гармонично подходят друг другу, насколько они могут создать. И это было то видение, которое прямо являлось основанием для будущей семьи. Вот так же и сейчас, когда старшие поколения, они тоже собираются кругом и знакомятся друг с другом. Это же остатки того знания. И здесь очень важно. Чтобы, если вот этой возможности нет, если родители, если старший поколение не имеет возможности... Не контактируют. Да, не контактируют. Чтобы люди, которые создают семью, они имели возможность проговорить, чтобы они имели возможность услышать друг друга про те образы счастья, про те взаимоотношения, про те установки, про те ценности, которые там у меня накопились, чтобы я не встретился потом с какой-то неожиданностью. Елена, продолжим разговор по поводу жемчужины. Почему именно жемчужина? И вот из-за чего родилась именно? Потому что названий очень много. Есть алмаз, есть свет, есть какая-то заря, например, восход. Почему жемчужина? В 2000 году, когда возник наш центр, то в основном мы занимались подготовкой к родам и сопровождением родов. И жемчужина – это прообраз рождения нового человека. Как вот маленький ребеночек, он начинается с одной единственной клеточкой, которая возникает при слиянии сперматозоиды, яйцеклетки женской. И потом многими-многими месяцами в мамином лоне возникает целый человек. То есть он развивается, это чудо, это жизнь, это драгоценность. И вот прообразом этого процесса стала именно жемчужина. Это драгоценность, которая изначально несет в себе маленькую-маленькую песчинку, маленькую-маленькую изначальность. И поэтому это жемчужина. То есть получается, что из ничего, как в жемчужине, можно не из ничего рождается, в раковине не из ничего рождается жемчужина, так и в женском теле из ничего, можно сказать. Из маленькой песчинки. Из маленькой-маленькой песчиночки или маленькой-маленькой клеточки рождается целая огромная вселенная, которая потом обогащает не только саму себя, ну и вселенную имеется в виду, да, или человек сам себя, но и свой род, свое окружение. Если вы позволите, я добавлю. Наверное, сложно говорить, что из ничего. Дело в том, что когда человек сюда приходит, у каждого из нас есть, как у сути, как у глубины, как у феномена, есть свое основание, есть свое предназначение, есть задача уже, которую должен решать в этой жизни человек. И поэтому все, что бы мы ни делали, мы имеем в виду, что вот этот феномен, он уже есть. Как вот в маленьком семечке, в любом семечке есть уже прообраз большого дерева, большого растения, которому предстоит вырасти. Так в каждом человеке есть вот этот прообраз его идеального, его совершенства, его полностью раскрытых возможностей. И уже именно от нас зависит, от социального окружения, от родителей, от его внутренней деятельности, от деятельности его души. Насколько он сможет воплотить то совершенство, которое лежит внутри него. Насколько он может быть гармоничным, да, с самим собой и вообще миром. Насколько он имеет возможность те таланты, которые лежат у него, раскрыть. Вот мы сейчас говорим про человека в целом, что у каждого есть какая-то своя миссия, может быть, своя цель. А если говорить про мужчину и женщину, это разные задачи в семье, в обществе, или можно сказать, что одна задача? Ну, сейчас вот говорят как, женщина говорит, а вот вообще непонятно, зачем вообще нужен мужчина? Женщина уже создает... Да, да, да. Да, да, да. Зачем? Ну, зачем, действительно? Некоторым людям, как бы, оказывается, что и не очень кажется так, что... А мужчина, да, мужчина смотрит и говорит, господи, вот эти дети, вот эти пеленки, вот эта распашонка, вот зачем мне все это? Да, 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 да. Я же хочу быть свободным, я чувствую вот это вот, ну, вот эту тяжесть. Да, крики, да. Да, вот это вот все, ну, как-то странно. Понимаете? И тогда получается, что сейчас вот в социуме все меньше и меньше понимания, а зачем вообще нужна семья? Вот разрушается, к сожалению, институт семьи и брака, вот самой своей основой. Заметим, а счастье-то не прибавляется у людей. Отнюдь. Да. Наших клиентов становится все больше и больше. Да, да, да. Все больше одиноких людей, больше депрессий, заметим, и даже, говорят, больше самоубийств в статистике. То есть получается, что семья – это все равно ячейка, которая как улей, да? Вот мне очень нравится на сайте, на вашем написано, Центр семейной культуры жемчужина – это дом, дом души, словно пчелиный улей, да? То есть у меня сразу возникает образ такой, как соты, да, которые вот с каждой сотей своя грань, да, где можно найти и творчество, и какие-то раскрыть свои индивидуальные способности. И я так понимаю, и мы с Татьяной понимаем, что ваш центр занимается именно этим, раскрывает свои грани. Вот водные, да, у вас есть какие-то, как это, процедуры, практики. Саид, я в этом не очень хорошо разбираюсь, расскажите. То есть я понимаю, что, как реабилитолог, что вода смывает негатив, и что можно поставить музыку, любую музыку, заморозив, сделать снежинку, она будет своя, да, там классическая будет одна, рок будет другая. Но как вода вообще влияет в целом? И как в вашем центре, вот, можно с помощью воды, я вот, ну, что-то такое интересное, вот расскажите. Можно воду попить. Кстати, о воде. Здесь нужно разделить занятия в природной воде и те занятия, которые у нас приходят по гармонизации семейных отношений. Вот, это тоже интересно. Мы ведем и те занятия, и эти занятия. То есть есть оздоровляющие практики, а есть те занятия, которые направлены прямо на гармонизацию семейных отношений. Я знаю, что вы сейчас начали что-то вести, да? Сейчас у нас зарядки. Вот интересно. Если по очереди, да? Да. Вот, тогда мы можем сказать, что вода, это действительно уникальная среда. Она же действительно соединяет очень многое, она растворяет очень многое. Она имеет удивительно агрегатное состояние. И когда человек погружается в водную среду, у него меняется пространство сознания. У него появляется возможность погрузиться не только в толщу воды, у него появляется возможность погрузиться в толщу своего подсознания. И тогда, когда мужчины и женщины, вот они двигаются, вот они бегут, у них нет времени на свою семью, на взаимоотношения, на то, чтобы просто заглянуть в глаза близкого человека и побыть в глубоком присутствии. Если мужчины и женщины недостаточно разумны, и у них появляется возможность сделать вклад в свои семейные отношения, да, пожалуйста, можно прийти и можно выстроить систему занятия с использованием вводной среды для того, чтобы человек мог погрузиться к самому себе, найти самого себя и в этой глубине найти своего близкого, своего любимого, свою супругу, своего мужа. Да, прямо соприкоснуться. Вот та сердцевина, вот в этой жемчужине, которая есть, которая самая ценная, я прямо имею возможность найти этого человека, да, прислушиваться, вот это звучание общее, как синергия, как синтония может возникнуть. И вот в этой глубине, соединившись, мы можем начать, мы можем вспомнить, а зачем, в принципе, мы соединялись. Ведь по первому вопросу, именно в семье, только в семье человек имеет возможность проявить свою глубину. Ведь именно в семье происходят именно такие глубокие взаимоотношения, которые редко где можно проявить. Это взаимодействие и телесное, и душевное, и духовное взаимодействие, и прерывное. Мы же постоянно. Вот что, о чем желают женщины-то? Вот где бы мужчина ни присутствовал, какого бы мамонта он ни зарабатывал, что бы он там ни делал, чтобы он все время чувствовал, что он для супруги это делает, для семьи это делает, что в его поле внимания, в поле сознания есть эта семья. Если этого нет, женщина звонит ему, говорит, дорогой, мне некогда, все, у женщины обрыв, все, семья завершилась. А если у мужчины две семьи или три, такое бывает? Такое, кстати, бывает, и человеку приходится общаться, например, с несколькими женщинами. И почему это возникает? Да, 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 такое бывает. Что это? Из-за чего? Давайте я сейчас вот так вот переведу. Да, да, да. Мужчина не может отсоединиться от своей мамы. У него дихотомическая пара со своей мамой, и у него семейные взаимоотношения со своей супругой. И он мечется между мамой, да, и между супругой, между мамой и между супругой. Мама говорит, ты же мой сын. Да, да, да. Куда ты? Да. В конце концов, ты как-то... Актеритарная мама. Да, ты вот... Что это? А женщина говорит, господи, мы же с тобой, это же только в твоем... Она должна быть там. Да, да. Да. Это тоже две семьи. Жизнь многообразна, да. И мужчина... Вопрос в порядочности. Ты должен четко знать, где твое место. Да кому ты являешься мужем? А кому сыном? Да, кому ты являешься мужем, и кому ты являешься сыном. Да, да, да. И не путать. Да, но такие вещи нельзя путать. Сейчас наши слушатели могут задать вопрос. Хорошо, семья, муж, жена. Но я одинок или я одинока? Да? Вот как людям объяснить, что одиночество, одинокий человек, да, он все равно находится в родовой системе? Вот, Саид Селина, объясните его, да, потому что у нас немножечко вот растертые грани. Семья, семья, вот как, да, а это уже не моя, я одинок. Конечно, родовая система, родители говорят, надо жениться, надо, вот она родовая система. Это в центре, что вы заохватываете любого человека. Не обязательно, что у него есть там штамп в паспорте, он пришел, значит, мы вас берем. Штамп в паспорте нет, да? То есть мне хочется, чтобы слушатели сегодняшние нас услышали, да, и вы им донесли, что вы гораздо принять всех и рады всем. Вот, да? Да. Ну, на тренинги личностного роста приходят иногда подростки. Какой там, с четырнадцать, да? С четырнадцать. С четырнадцать лет. Да, то есть получается, вы работаете, начинаете с самого раннего возраста. И с четырнадцати. Фактически мы начинаем работать с ребенком, пока он еще утробил маму. То есть это вот такой ранний возраст. То есть с самого начала еще? То есть иногда до зачатия. До. Когда приходит молодой человек и говорит, у меня семьи нет, но я очень хочу семью, я очень хочу детей. Как я могу к этому подойти? Как? Что мне нужно знать? Что мне нужно иметь в виду? Где эта мудрость, на которую я могу опереться? А ее действительно достаточно, наши предки накопили, это правда. Есть целый курс подготовки к зачатию. Туда приходят молодые люди, они начинают там через три, через четыре года. Есть из них те, которые еще не женаты, среди них есть даже молодые люди, типа парни, вот об этом. Поэтому сказать, когда пора, говорят, когда к вам пора приходить. Вот когда есть желание, тогда и пора. Тогда, значит, и пора. У нас был прецедент, когда молодой человек, 15 лет, ходил на подготовку рода с мамой, потому что действительно было поздно, и он ее оберегал, и папа был на работе, и так далее. И этот молодой человек вырос, я говорю, зачем тебе? Он говорит, я буду знать. Я буду знать, как я буду строить отношения с женой, и что там будет в родах, и чем я смогу ей помочь. Вот это было идеальное время для этого молодого человека. Я с ним позже уже встречалась. Да, он с благодарностью вспоминает это время. Не женат. У него еще нет девушки, но у него есть мысли об этом, у него есть чувства об этом, у него есть намерение двигаться туда. И это то самое время, когда пора. И он действительно сын своих родителей, он действительно брат своих братьев. Он все равно часть семьи. И семейные отношения, это гораздо шире, чем жена и муж. Да, вот мне просто хочется сказать, чтобы наши слушатели сегодня услышали, что семья – это не узко муж и жена, а это вся родовая система. И это замечательно, потому что молодой человек, он из своей родительской семьи очень много перенесет в свою семью, которую будет строить сам. Те образы, те отношения, отношения отца к матери, матери к отцу, как относились к детям, все это, даже если человек отрицает, говорит, мне что-то там не нравилось. Но через некоторое время он с удивлением может обнаружить, что в своей семье он делает приблизительно то же самое. Поэтому мы все дети своих родителей, части своих семей, сказать, что я какая-то очень отдельная, мне кажется, это заблуждение. Вообще отдельным пытаться быть все время самодостаточным, таким чересчур – это тоже заблуждение. Вот мы поговорили, выяснили, в общем-то, я думаю, все со мной согласятся, что одиночество, оно счастье-то не дарит в жизни. Но почему тогда по статистике более половины браков распадаются? Почему такие неутешительные данные по России? Может быть, я тогда скажу. Дело в том, что сейчас текущие скорости, которые присутствуют в социуме, они не дают возможности глубоко проживать эту жизнь. Наше внимание, оно все время скачет, оно все время бежит впереди нас. У нас нет возможности глубоко прожить ту жизнь, которой мы на самом деле живем. Мы живем по поверхности, по поверхности необходимости, по поверхности тех задач, которые масса в один и тот же момент времени. Но дело в том, что, обратите внимание, это же как в личностной психологии. Что такое личностная психология? Личностная психология – это инструментарий, который позволяет отладить нашу личность. Что такое личность? Личность – это общественное тело человека. Это то, что он имеет для того, чтобы выживать в этом мире и выстраивать свой мир в более лучшем виде, создавать более лучшую жизнь. Но мы не говорим, что там, внутри этой личности, там есть сам человек. И те вопросы, которые несет человек, они у него в глубине. И если человеку не хватает времени, время от времени, но хотя бы время от времени соприкасаться со своей глубиной, то он будет чувствовать, что его жизнь бессмысленна. То есть уходит никуда, как в песок. Время жизни его уходит, как в никуда. И тогда нет возможности пересечься со своими детьми, нет возможности пересечься со своим супругом, нет возможности прожить. А если нет возможности прожить, то нет возможности получить этот опыт. И часто получается, что в семье люди могут жить десятилетиями, но они теряют связь друг с другом. Они перестают понимать, кто рядом со мной живет в одной и той же семье. Они перестают чувствовать близкого человека. И тогда что происходит? Тогда мы расходимся в одной и той же семье, каждый строит свой мир. А мне видится еще проблема в том, что люди, помимо того, что они хотят глубоко проживать отношения, весь этот опыт, познавать друг друга и становиться лучше, чем они есть, они хотят еще эмоций и страстей, тех, которые они испытывали на первом этапе отношений. А может быть у них присутствует больше гордыня с возрастом? И кто-то достигает чего-то выше, а другой не добирает до него. И тот, который достиг чего-то выше, начинает своей гордыней как-то… Гордыня – это другое. Но вот эти страсти, кипящие эмоции, бурлящие, которые есть в начале любых таких отношений, когда люди действительно хотят проводить друг с другом время, постоянно созваниваться, общаться, это все куда-то уходит. И мне кажется, люди несколько разочаровываются, что этого нет. Дальше. Оно не уходит. Оно не исчезает. Оно остается. Ну, чуть-чуть. Только оно остается там в глубине. Мы же очень часто работаем с семейными парами, да, и когда мы погружаемся на ту глубину, где живет человек, то люди начинают вспоминать вот эти чувства. Они никуда не ушли. Просто они лежат под спудом тех задач, которые… Это подпитывать эти чувства, любые чувства, или как? Пыль стряхнуть, стереть, или что? В начале взаимоотношений, вообще, чтобы создала семья, вот это влечение, вот эти гормоны, вот это флюидо, вот это перетекание – это подарок. Это всегда подарок. Ты всегда видишь вот этого человека, и он самый близкий. Ты его, как говорят, розовые очки. Да не розовые это очки. Это на самом деле правильный взгляд на близкого человека. Ты прямо смотришь, да, ты смотришь и видишь вот того самого удивительного. Это моя, да, и моя, и моя половинка, и вот, и мне кажется, именно в этом состоянии мужчины женятся. Конечно. Когда они понимают, что они нашли идеал, а не когда их женщину заставляют. Да, но обратите внимание, этот идеал там точно есть, но после этого это уже перестает быть подарком. Теперь нужно же работать. Трудиться. Это же должен быть вклад, чтобы этот идеал мог с тобой рядом возрасти. Женщины имеют возможность наполнить этот идеал жизнью, а мужчины имеют возможность создать мир, в котором этот идеал может быть проявлен в полной мере. Хочется продолжить про воду, дополнить что-то. И, Елена, расскажите про водные практики, именно которые проходят в бассейне. Я так понимаю, что они и семейные, и пары, и, ну, много-много интересных для деток. Расскажите кратенько. Ну, вот началось с того, что я занималась с беременными, готовила их к родам. И есть замечательная программа, которая рассчитана на занятия в бассейне. И это отчасти, конечно, просто подготовка физического тела, но очень много там психологии в этом бассейне. И когда мама с малышом вместе с будущим папой, они плавают и выполняют упражнения, они начинают очень хорошо чувствовать друг друга, чувствовать малыша, который развивается внутри. И погружаясь на глубину в воде, они погружаются очень часто на глубину своих собственных отношений. То есть идет единение. Это идет единение, это так красиво, просто непередаваемо. Когда они появляются над водой, или потом мы обсуждаем то, что происходило, я вижу глаза этих людей, они говорят, я вновь встретился с ней, я вновь встретилась с ним. И вот тот подарок, который был вначале, та влюбленность, которая была вначале, все оживает. Вот эта пыль, она стирается, вот эти отношения, они оживляются. Тот вклад, который нужен малышу перед рождением, та любовь, которая согревает его еще до рождения. То есть это как дельфина, семья дельфинов. Почему-то у меня такой образ идет. Вот как-то вот вода, дельфины, дети, рождение. Почему-то у меня сейчас какие-то такие образы. Ну, вообще, если верить как бы науке, то действительно жизнь в какой-то степени, она связана с водой, малыш развивается в воде, и мы состоим из водой. Это та среда, которая для нас, ну, на самом деле очень... То есть получается, что в воде большую роль на себя берет мужчина? Это трудно сказать, потому что это гармонизация семейных отношений, там и мужчина, и мама, и малыш толкаются. Но все равно, наверное, как-то вот, чтобы была семья более уверенная, женщина более уверенная, должен быть и рядом с ней мужчина. И вот хочется Саиду спросить, а кто мужчина, кто это? Вот мужчина, это ж какой-то вот, какая-то определенная вселенная. Это вселенная. Какой-то защитник, какой-то, ну, не знаю, воин. Ну, расскажите, вот, Саид, вот нам, женщинам, мужчина это кто? Легко. Светлане, расскажите, что такое мужчина? Да, мне очень интересно. Ну, вот обратите внимание, в самом слове муж-чина, там же два корня, муж и чин. То есть мужчина это тот, кто имеет мужской чин, тот, кто служит мужчиной. Но сейчас скажут, только я чиновник, я и чин, значит, я и мужчина. Да, 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 да. А чему человек служит? Чему служит муж-чина? Мужчина служит тому, чтобы иметь возможность создавать миры. То есть он служит своей семьей. Семейный мир. Вы знаете, даже на работе, если мужчина, вот он является хозяином, он уже тоже создает мир. Куда входят его работники, куда входят его сотрудники. То есть это на самом деле знание мужского мира. Как вообще, в принципе, создается этот мир. И поэтому мужчина это тот, кто не только создает этот мир, а кто привлекает своих домочадцев, привлекает тех, кто будет наполнять этот мир, жителей этого мира. То есть женщина ему как бы помогает в этом, да, получается, в создании миров? Женщина, она является тем, кто наполняет этот мир жизнью. Знаете, он посмотреть на мужчину, он холостой мужчина, что он? Да он пустой. Он же не наполнен, он сразу видно. Посмотрите на мужчину, который холостой, да, и который является семейным. Который действительно холостой. Семейный, он наполненный. А холостой он такой, ну, холостой. Да, почему? Вот у предков даже слово такое было для холостых мужчин. Бобыль. Бобыль. Женщины. Понимаете? Так вот, обратите внимание, мужчина является мужчиной только тогда, когда люди, которые населяют его мир, они счастливы. И ученый. Здесь очень важно. Он создает мир, в котором его жители этого мира счастливы. Если вы хотите понять, мужчина ли этот человек, да, вы спросите его домашних, счастливы ли они. Или если они скажут, мы несчастны, это не мужчина. Ну, не даром есть выражение, если вы хотите сделать мир счастливым, придите в семью. И осчастливьте ее. Подождите, а мужчина тоже должен быть счастливым в семье. И это тоже в руках женщины. То есть гармония. Ну, вот если... Инь и янь. Вы знаете, у предков, да, у них было видение, что мужчина – это печка. А вот огонь, который наполняет вот это, это как раз женщина. Женщина наполняет мужчину. Чем жить мужчине, если нет рядом женщины достойной? То есть печка должна всегда быть с дровами, а дрова должны быть всегда в печени. Ну, представляете, если просто костер, ведь это же дрова на ветер. Вот женщина идет, и нет этого мира. Вот женщина ходит и говорит, господи, где эти мужики? Ну, где они, где они нормальные мужики-то? Так а сам и огонь, значит? Значит, надо быть огнем. Расскажите подробнее, какие услуги есть в вашем центре? Ну, вообще, так как мы сейчас говорили о семье, то можно говорить о том, что... Можно приходить и поработать в пространстве той программы, которую мы разработали совсем недавно под руководством академика Академии наук Андрея Вселыча Курбатова. Мы под его научным сопровождением работаем с 2004 года, и вот эта программа, она дает уникальные результаты, которые позволяют семейной паре увидеть тот образ счастья, который на самом деле в глубине уже лежит. Не то, что мы говорим, а то, что лежит внутри. И называется программа «Дорожная карта семьи». Так что с большим удовольствием. Плюс ко всему мы говорим о том, что мы ведем индивидуальные консультации. Леночка, скажешь про свои? Да, конечно. Индивидуальные консультирования. Я как гештальтерапевт-нейрограф веду индивидуальные консультирования и семейных пар, и просто людей, которые нуждаются сейчас в текущем моменте в какой-то помощи. Ну, плюс ко всему, у нас второй год уже организована семейная школа. Маргарита Семина, руководитель семейной школы. При центре, досуговый центр «Страна знаний». Это детки, это начальная школа, и один есть ребенок в шестом классе. Поэтому семейное образование – это очень интересно, это что-то новое для нас. Мы приглашаем еще, есть запрос на то, чтобы нам расширяться в этом месте тоже. И скажите, где вы находитесь? Как вас найти? Телефон, может быть, есть сайт в соцсетях? Да, конечно. В соцсетях мы присутствуем. Есть наша страница «Жемчужина, Тверь». Это ВКонтакте? В ВКонтакте. Пока мы только ВКонтакте. Есть у нас сайт «Жемчужина.рф». Тоже можно зайти, все программы почитать внимательнее. В этом году у нас будет ввести Маргарита Семина «Танец мандала». Будет ввестись подготовка к родам на протяжении всего года. И все остальные программы, которые представлены на сайте, они тоже будут действительно реализовываться. То есть гармония семьи, свое личностного роста, какие-то практики, именно духовные, годные практики. То, что я предлагаю, я предлагаю тоже индивидуальные консультации на основе ценностно-смыслового самоуправления и душеведческих традиций, которые были у наших предков. Это семейные консультации. Это занятия, которые сейчас, буквально сейчас идут, занятия на берегу реки Тьмаки, волновая гимнастика. Это удивительная такая технология, которая дает возможность прямо человеку промывать себя движением для оздоровления. Скоро у нас начнутся занятия в природной воде. Мы тоже работаем уже больше 15 лет с холодной водой. Для того, чтобы работать с холодной водой, нужно быть очень грамотным, очень осторожным, очень аккуратным. Приходите, не пожалеете. Дальше что? Время от времени у нас идут занятия, голосовые занятия. Не для того, чтобы человек научился петь, а для того, чтобы он имел возможность выразить свое внутреннее звучание, чтобы душевно мог проявиться в этом мире. Дальше. У нас идут время от времени занятия по такой программе наукоуправления собой. И там есть два направления. Это одно направление, это то, которое связано с восстановлением мужественности, так как у нас действительно институт мужественности, он в плачевном состоянии. Для нас очень важно, чтобы мужчина мог соприкоснуться с тем знанием мужского мира, который был у наших предков. Мы уже лет пять ездим и собираем вот эту информацию по разным семинарам. Для чего? Для того, чтобы можно было в современной психологии опереть на культуру наших предков. Поэтому казачьи традиции, то, что у нас присутствовало, знания, которые присутствовали в мировоззрении наших предков, они действительно все больше и больше включаются. То есть настолько обширная у вас программа, что нам кажется, лучше зайти человеку на сайт, кто заинтересовался сейчас, посмотреть, найти его группу ВКонтакте, все проанализировать, набрать ваш номер телефона, договориться с вами и начать заниматься гармонией себя, своей семьи. 8-920-688-74-23. Это леночный телефон. Точно. Будем стремиться к гармонии, будем укреплять отношения, семью, брак. Все это очень-очень важно. У нас буквально минутка до конца программы. Что пожелаете слушателям радиостанции Монте-Карло в Твери? Ну, я бы тогда сказал, да? Я бы сказал бы, друзья мои, торопитесь жить. Торопитесь жить душой. Время жизни исключительно коротко. Не успеешь промелькнуть, и уже все, 50 лет. Когда случилось? Когда оно. Знаете, спешите любить, спешите радовать своих близких. Да, подписывайтесь. Спешите помогать, заботиться, ибо каждое мгновение, оно бесценно. Да, согласна. Берегите семью. Берегите семью. А беречь семью и любить окружающих людей можно только, если ты бережешь и любишь себя. В общем, оказывается, это прекрасно. Спасибо, да. И всех я приглашаю, вот я уже, да, потому что я проникнусь уже к вам, все в жемчужину. Да? Ура. Повторите еще, пожалуйста, свой адрес. Ага. Мы находимся в Чайковского, 9. Это на Капашвара. На телефон 8 920 688 74 23. Это была тема дня по пятницам. Психология, любовь, отношения. Татьяна Ларина, Светлана Никифорова. Спасибо вам. Мы вас ждем. Спасибо, Астин. Благодарю вас. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова